привет друзья и да у нас новый день и новые дела и да я продолжаю изучать возможности вот этой 18 системе в плане ремонта вернее как сказать невозможности до отданности да то что нам дает apple в плане ремонта саморемонта селф репейринга и как-то да все зациклился на каких-то флагманских устройствах там 15 и 14 все вот это все вот это всякие уже показал штуки вообще классификации определения все что бы то ни было и упустили до такой ну что на вообще на старые добрые устройства на хорошенькие народники в частности на 11 покажу да что вообще доступно стало из вот этой вот всей темы саморемонта вроде да вернее что не нашел а как-то постаре чем 11 телефон устройства 11 вообще абсолютно актуальный девайс очень любимый это что называется недорого и круто практичный недорогое обслуживание блин служивая но ада все что сегодня покажу будет актуально вот начиная получается с десятки так нет стоп все-таки xs xr и все что выше и тогда мы попробуем то что вообще у нас будет опознаваться и классифицироваться в новой системе это батареи к и чудным образом вообще просто пока тебе тогда блин я не знаю как это даже назвать никогда такого не была это просто ставим экран подключаем и там платили туется а вот этот необходимый пациент а потом раньше да который нам необходимо было прописывать программатором переносить сейчас это все по простому после ogre hö даст что тут эта иконка или просто маленька вроде как это должен быть должны работать колосится и вот дальше интересные посмотрим так как раз maintained по гожи Скажу, что да, это родные, тут все комплектующие, то есть аппарат вроде как не скрывашка, но немножечко валяшка. Получается, да, присутствует базовый функционал Трутон, батарейка с износом у нас идет 77%. Так, кстати, да, я хотел другую бушку воткнуть, посмотреть, чтобы не прям сотки показывала, как в наших двух вариантах. Кстати, будем сегодня посмотреть непосредственно оригинал батарейка. И то наше, за что мы на самом деле много лет топим и предлагаем от нас, это батарейки вот этого нашего производителя. И получается, что все-таки, по моим пониманиям, мы все это подтвердим, что вот этот вариант является при текущих канонах все-таки лучшим. И однозначно. Так, вскрываем, делаем. Да, тяга Вера открывает. Ну не знаю, ребят, в отношении вот этих устройств, я не знаю, как я обычно говорю, что не воспринимаете данное видео как какой-то прям гайд, тут есть куча нюансов. Но все-таки, блин, вот эти вот селф-репейровские технологии как-то вот все больше склоняются, чтобы, да, владельцы, пользователи, ну блин, самостоятельно это делали, да. И здесь вот этот вот, как бы я сказал, что, как я обычно обозначаю, что забудьте все, что вы знали об открытии телефона, начиная с двенашки, особенно 12 мини. Но вот 11-й вот и предыдущие, да, модели, это еще по старым, да, технологиям все это дело открывается. Вот тут вот у меня совершенно маленькая присоска, небольшое количество спиртика, и он открывается прямо как по маслицу. Но нужно всегда помнить, что всяких-всяких нюансов достаточно-предостаточно, я не все вообще проговариваю и обозначаю. Ну и, конечно же, блин, как бы это не есть полное руководство действий. Кстати говоря, да, давайте продолжим вот эту добрую традицию перекочевывания с Ютуба на другие платформы. И, в частности, я выложу в общий доступ гайд, прям подробное руководство по самостоятельной замене батарейки на 11-й телефон, вот да, кстати, да, и выложу его на Рутуб. Ссылочку, пожалуйста, оставлю в описании. Заходите, смотрите, там прямо я все подробно, каждый тычок, каждое действие, каждый инструмент проговариваю, объясняю, как это сделать. Вообще бесполезненно. Более того, обсуждаю такой момент интересный, что, ну, не знаю, может быть, начинающим мастерам, как это обстоит дело. Ну, в таких, да, в такой некий у меня стиль, что я объясняю, как бы, и клиентскую точку зрения, и точку зрения сервиса, вот эти вот взаимоотношения клиент-сервис, то есть, вот это все прям проговаривают доподлинно, точно, досконально. Это будет, я думаю, что полезно, не бесполезно всем. И, пожалуйста, welcome, бесплатный доступ, полный гайд, гайд, прям гайд, на Рутубе. Welcome. И да, не обидятся те люди, которые купили его заплатно, а это что-то более 20 человек. Ну, эта информация не была для них бесполезной. Так, 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 так. Да, открываю, как обычно, у меня проклеечка сохранилась, не разложилась. Сейчас, что сделаю на ускоренке, это и заму батарейку, чтобы нам было удобно тестить эти, сниму датчик света и приложу его в корпус, дальше, чтобы, да, нам было удобно подкидывать экран и смотреть, что будет. Да, как не развальцевать болт, как открыть, как работать с коннекторами, все, 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 в гайде я проговариваю, доподлинно, точно, там очень много такой вот полезительной информации. Так, да, ребят, подготовил вот такой наш испытательный, да, полигон. И давайте, что, с чего начнем, я не знаю, будет, конечно же, удивительно, если материализуется вот этот Трутон. Ну, кстати, удивительно, но не так прям для меня сильно, это вообще прям впечатляюще, но все равно необычно. Да, подобные штуки были на iPad'ах, давненько уже, на довольно-таки новые модели, да, вообще, включая, да, последние самые, там просто ставим экран и Трутон материализуется. Но там немножко получается, как некий такой, да, что датчики в самом устройстве хранятся, ну, а здесь, да, светодатчики, то, что за эту функцию отвечает, здесь я как раз-таки переставил тот же самый светодатчик уже в основу в корпус. Не, я не, блин, я уверен, что не будет он привязываться, если мы возьмем прям другую деталь и прям подключим ее с каким-то, да, сторонним вот этим навесом, то есть тут, ну, до такой степени я уверен, что это не будет работать. По ряду, да, объективных причин, которые сейчас мы еще обсудим. Так, 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 и вот к нему давайте получается оригинальную батарейку. Это так называемая у меня батарея, и про это было отдельное видео, это, блин, одни из каких-то последних новых телефонов, которые у нас были на разбор, и вот эта батарейка как раз-таки оттуда, так называемая она, с нулевым циклом, и тут недавно была история и канитель про вот этот нулевой цикл, что не совсем корректно там они как-то себя ведут и опознаются в телефонах, но 11 у нас немножко, да, и вот эта вот старая линейка, она немножко новые возможности, но понимание здесь немного старое. Да, про что я еще раз все объясню попозже. Так, чекнем батру. Нет, все-таки тут один цикл, подмотали мы, видимо, тогда, когда щупались, но это непосредственно оригинал, непосредственно, да, снятость телефона. Одни из последних телефонов, которые менялись по Гранте в Эппл еще здесь в России, и вот это вот та самая батарейка. Да, такие вещи у нас сейчас есть в продаже непосредственно оригинал, они практически в два раза дороже нашего проверенного продукта, но и вот в отношении 11 телефона нет никакой разницы. Так, 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 давайте, да, проверим сначала прежде вот с таким вот сетом демократичным. Так, ушки долой, чтобы не мешались. Да, что-то у меня перед глазами, как я поминул гайд, где я, ну, давненько его уже снимал, но там прям все подробно. Как укладывать батарею, как втыкать коннектор, как чего вообще вот это все, там очень-очень прям куча нюансов. Блин, ребята, там польза, которая годами копилась в голове и изложена. И да, напоминаю, все, что вы видите на экране, а в частности, это вот эти вот наши проверенные батареи, хоть оригинал, хоть какие, и три те самые классификации экрана, которые мы предлагаем. Это хорошая копия, восстановленный экран, это из оригинала фабричная замена стекла и непосредственно оригинал. Наверное, да, потыкаем сюда это все дело, посмотрим, как оно будет опознаваться. Так, ну и давайте Moment X включаем, смотрим. По прежним канонам, что бы мы получили на старых системах, да, кстати, все, что у нас показано, это актуально на системе 18.1, ну и соответственно будем надеяться, что выше. По прежним канонам у нас бы, да, работала полноценная батарея, но не показывала состояние, сейчас она должна показать. И экран нам бы пришлось переносить, что бы он полноценный, да, работал, как это задумано, создателям переносить опционал Трутон с родного экрана. Да, с родного. А сейчас родной мы можем, по идее, в мусорку выбросить. Так, 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 давайте разблокируем. Дадим тут, может быть, каким-то сообщением всплыть, как это было раньше, но что-то пока ничего не происходит. Так, тыкнемся сразу в Трутон. Блин, и он на месте! Для меня это вообще, ну как бы, видеть это на телефоне, это просто какой-то, ну блин, я даже не понимаю технически, как это, как это организовалось. Никакой инициализации дополнительной, никакой вот этой сейлфрепейровской менюшкой, что завершить ремонт. Оно само просто показало его. Родные светодатчики у нас на борту, просто подключен технический экран. И этого, видимо, да, достаточно, чтобы уже выдавать эту менюшку и вот эту автоматическую корректировку цветовой гаммы, в зависимости от внешнего освещения, а именно это и делает Трутон. Да, сразу же показать эту менюшку. Да, вот сейчас увидим, что я прикрыл светодатчики, у нас, блин, думает, что темнота, поэтому убавляет яркость. Так, ну это, конечно, это вообще, это просто нонсенс, это вот реально, да, сейлфрепейр, саморемонт, что ты купил экран, блин, дома взял, поставил, при наличии соответствующих навыков, при, да, после изучения гайда. И ты можешь вот это, блин, вот это вот просто воткнуть и все делать. Не нужно тебе доп. оборудование, блин, вообще ничего, спирт, я не знаю, да, отвертка, вот и все. Так, да, это невероятно просто, друзья, ребята, это, блин, блин, блин. И по батарейке, да, что у нас происходит? Состояние аккумулятора, заходим, и туда, блин, сотка показывает объем, без всяких вообще муток за муток. И туда, какая-то мысль уже возникла, что это как-то Apple вернулась, вот не знаю, в те самые времена, когда, в принципе, эта опция появилась, состояние батарейки. Ну и да, максимальная емкость это во времена iPhone 6, это еще во времена, да, Battery Gate, после, вернее, первого Battery Gate. И вот как раз-таки в те времена и было, и мы не знали какой-то такой проблемы, что даже там какую-то лютую китайку втыкаешь, она у тебя показывает состояние. Другой вопрос, что качество батарейки все-таки это немаловажная вещь, потому что батарейка это не просто там, да, показывает у вас циферки вот здесь. Это правильное формирование, выдача тока для устройства, правильный химический состав вот этого непосредственно, да, хим-элемента. Ну и, конечно, вот это контроллеры, совокупность алгоритмов, как это все работает, это важно, чтобы это был правильный продукт. Да, эти вещи мы устанавливаем уже, блин, более трех лет, и у нас даже еще не запущен вот этот вторичный цикл обращения к нам. Есть, да, единичные случаи, когда уже по второй, да, за меня обращаются, но прямо это не то количество, которое мы сделали. То есть мы ожидаем, что где-то в течение этого предстоящего, да, года будет уже второй цикл вот этих обращений, но это спустя более двух лет. Да, это качественная вещь, которую ты воткнул, и у тебя клиент ходит, довольно улыбается, все довольны. Блин, я не знаю, ребята, что здесь еще сказать, показать, это какое-то невероятство. Так, по идее у нас должно появиться история деталей и обслуживание, и быть отмечены два этих элемента. Да, есть у нас раздел, есть у нас опознавание, аккумулятор, дисплей, неизвестная деталь, но, чтобы вы понимали, даже если я сейчас воткну вот этот оригинал, непосредственно родной, здесь точно так же она будет опознаваться. Это по моим, да, пониманием вот этой всей темы системы, давайте попробуем это сделать. Блин, это просто, это мега круто. Просто ставишь экран, и все. Из вообще, из возможностей, да, из таких, что еще можно здесь так самостоятельно сделать, по-моему, на этой линейке, более ничего. Если мы просто меняем камеру на этом телефоне, у нас и в принципе по ранним пониманиям ничего не менялось не происходило, она просто работала, здесь наверняка тоже этого ничего не будет. Так, что, блин, еще, да вроде бы все. Те самые часто вообще востребованные вещи, которые мы обрабатываем на этих телефонах, как в данном случае, да, экран и батарейка, и это все природневается, прописывается. Попопопопопо, что... Ну давайте, да, возьмем сейчас оригинальный комплект, дисплей непосредственно с разбора и батаречку с разбора, и вот нем посмотрим, что поменяется. ремонта не вылазит, у тебя все сразу опознается и природняется. А, да, еще хочу проверить с изношенной батарейкой баушной от другого телефона. Покажет ли, ну да, в принципе, покажет он состояние, какое в ней есть. Так, прежде новый комплект. И да, ребят, чтобы вы понимали, то, чем мы занимаемся, это мы прям перерабатываем большие объемы и запчастей, смотрим, тестим, проверяем. В частности, недавно, да, поменяли вот копии экранов на 11, вот у такого производителя. В металлизированном боксе прям такая идет, ну прям нетранспортировочная и качество самого экрана все очень такое отличное, топовое, демократичное, опять же, по цене. Это та самая штука, что запчастей прямо горы, 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 когда не знаешь, что вообще взять, куда вообще ткнуться, обратиться, ну и, соответственно, чтобы вот это вот, не вникать в эти цели и задачи, это все мы берем на себя и, соответственно, предлагаем, опять же, от нас. Так, да, оригинал комплект. Так, снятый экранчик, снятая батарейка. Ну и, по моим пониманиям, сейчас не будет прямо определения и не природнятся эти детали, не опознаются как подлинные детали Apple. То есть тут на этих телефонах, да, он дает полноценный функционал, но нет вот это определения классификации деталей, что непосредственно установлено на борту. Эти все определения и понимание, идентификация деталей начинаются с 12 серии. Это именно с той самой, да, линейки, когда, в принципе, Apple, ну да, запустила в мир такую вещь, как вот этот сейлф-репейринг. Так, смотрим сразу же. Да, есть у нас, блин, также трутон. И да, такой момент, что кто-то скажет, а нафига, вот да, там, копию сейчас не выбирать оригинал за место копии, если вроде бы, да, так все равно. Такая вещь, друзья, что, как это обычно говорят, там, что д ребеночку телефон там, давайте подешевле. Нет, друзья, здесь очень важно. Это та самая штука, в которой мы пялимся вообще прямо денно и ночно. Очень большое, да, потребление контента и всего, и работы, и всего-всего-всего. Это наши все-таки глаза, зрение, поэтому здесь, да, лучше более правильно выбрать те же копии, они все отличаются. Множество параметров, то есть мы тут выбираем самое такое необходимое. Самое, да, что по цене и по качеству выше, то есть если ты хочешь непосредственно оригинал, пожалуйста, подешевле, еще дешевле. На этот аппарат, да, у нас три варианта. Так, 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 да, давайте батарейку. Ну, тут понятно, что то же самое у нас будет стопроцентное состояние и непомененое определение. Да, аккумулятор неизвестно, дисплей неизвестно. Что подумать, предложить? Да, если зайти в этот самый мод, который там идет, и может быть что-то там природнить. Блин, давайте попробуем. Да, я про вот это вот ассистента диагностики и вообще инициализации деталей. Попробуем зайти. Так, зажимаем две кнопки плюс и минус, проводок. Держим и верим. Да, долгое яблоко, значит, получилось. Я не думаю, на самом деле, что там что-то даст вообще природнить вот этот, появится параметр завершения ремонта. Опять же, это с двенашки только. Но проверить, да, чтобы не написали, да ты ничего не посмотрел. Давайте чекнем. И последнее, что сделаем, это еще изношенную батару. Воткнем, посмотрим, что как определить. Уи, тут она как-то аж с протормозкой. Хороший язык. Так, диагностика и ремонт продолжить. Ну да, здесь никакого вообще нету. Это все-таки зависит от моделей. Начиная с двенашки, там бы были различные параметры. Еще дополнительной диагностики, неудаленной вот этой а локальной на телефоне. И если вот эти, да, опции, что-то если поставим другое, это завершение ремонта. Так, здесь у нас ничего нету. Ну, соответственно, окей, проверил. Так, и давайте, да, воткнем бэушную батару, посмотрим, как она пронициализируется, ну, вот при прочих равных. Так, это сегодня вот менял что-то там. 70 сколько-то, то ли 78, то ли 76, что-то такое. Сейчас чекнем. Хотя, в принципе, что тут думать? Да, что тут думать, сомневаться. То есть, если контроллер, да, удобоваримый для считывания самой системы этих данных, а вот эти батарейки базируются на базе родного контроллера, то, конечно же, эти значения считываются непосредственно с него. И она должна показать непосредственно то, что какие текущие расчетные состояния в этой батарейке. Да, очень важные параметры это то, что я обозначал, это циклы и то, что они сброшены на ноль. Правильно откалиброван сам непосредственно контроллер к текущей, да, новой банке. И вот это вот все вместе должно правильно работать. Плюс значение предельного, так называемого, тока, из которого, да, вообще сталкивается полностью долгосрочность службы батарейки и динамичный его перерасчет. То есть это все вот в маленьком, вот том самом контроллере все эти данные расположены. Плюс правильный химический состав и у тебя клиент ходит годами вообще довольный. Да, есть у нас 103%, статус оригинал, ноль раз заряжена и предел потоку 4,45. Все так же, как и в родне. Новое производство, как еще раз, все откалибровано для текущей банки и состояния, все четко работает. Да, это то, за что мы топим, на чем мы стоим, как мы это говорили, что всю жизнь, да, мы обозначали, что ничего там не надо, блин, переносить там делать, просто ставишь батарейку, пользуешься радуешься. И вот сейчас компания, ну, даже, да, дала вот эти самые значения, блин, по состоянию смотреть, наблюдать через год и через все. Так, чекаем. Блин, да, вот это та самая штука. Ну, 81, что-то мне казалось, что она изношена, более, но непосредственно, да, показывает то, что есть. 81%, то есть, да, чтобы мы не воткнули, эти данные будут браться из контроллера. Я не знаю, как там лютый какой-то китай дешманский будет себя вести, показывать, но не исключено, что так же будет показывать сотку. Как я помянул, что в былые времена шестерки были такие батарейки, которые всегда, допустим, она показывала сотку. Это так называемое забинденное значение в дешевом контроллере. То есть, с течением времени они просто не пересчитывались. То есть, ты пользуешься там, блин, второй, третий год, а у тебя сотку показывают, ну, и по факту ты не знаешь, да, что происходит. То есть, тут, да, кино не про то, у нас уже проверено, что это все работает четко. Так, да, ребята, я думаю, что вот эту локально интересную историю можно завершить. Как бы я показал и сам для себя затестил. Ну, хотя, да, я понимал, что это, блин, так сработает, спасибо.